Слава Богу, братья и сестры! Бог позволил нам сегодня быть на этом месте. Это самое прекрасное место на земле. Это Церковь Божия. Писание говорит, что возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Радость бывает разная, но радость от Господа, которую Он дает, она неприходящая, она славная. Поэтому я буду сегодня читать места Писания, будем внимательны к Божьему Слову, как написано, чтобы нам не отпасть. И блаженны читающие, блаженны слушающие книги Слово Пророчества этого. Мы счастливые люди, братья и сестры. Поэтому я открою место Писания Луки, 22 глава, 40 стиха. «Пришель же на место, сказал им, молитесь, чтобы не упасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, проклонив колено, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» «Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился. И был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не упасть в искушение». Еще место Писания, Исход, 24 глава, 6 стиха. «Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, «Вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих». Я еще буду читать вместо другие Писания, но для начала вот эти, чтобы нам рассуждать. Первый Завет, о котором вот Исход говорит, книга Исход, где Моисей, что он сделал? «Чтобы заключить Завет с народом, это была жертва, это была кровь, и он взял эту кровь, разделил в чаши. Одной кровью он покропил жертвенник, взял книгу Завета, прочитал вслух для народа израильского, всего, кто мог понимать, кто мог слушать. И потом взял крови и окропил народ. И сказал, «Вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах этих». Я думаю, это такое непростое было состояние людей, когда они все это видели, смотрели на Моисея, слушали Божьи слова, когда Моисей кропил этой кровью на жертвенник, а потом, когда кропил на их, на народ кропил, эта кровь попадала на их лица, возможно, попадала на их одежды. Я думаю, они не уклонялись, они просто эта кровь капала на их одежды. И впоследствии она свидетельствовала о том, что это кровь Завета, что то, что мы сейчас сказали, мы будем исполнять. Они недолго это в сердцах своих держали. Впоследствии, когда Моисей взошел на гору, чтобы дальше принять наставление от Господа, еще Моисей этого не видел, что делает народ, то Бог сказал, это 32 исход, глава 7 стих, «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Моисей еще был на горе, он еще не видел, а Бог уже видел и смотрел то, что делает народ. Вы знаете, как они сделали вот этого тельца, упросили Аарона, священника, и он сделал, и все они там плясали, веселились перед этим идолом. Моисей, сойдя с горы, он разбил эти крышали завета в таком, в Божьем гневе, то, что делает народ. И хотя он просил Господа, он говорит, нет, когда Бог здесь, в этой главе описывается, что я этот народ истреблю, но он умолял, он еще не видел, Господи, оставь этот народ. Другие народы скажут, ну, ты вывел этот народ израильский, из Египта, и вот погубил. Не надо, не делай этого. Моисей умолял лицо Господне, чтобы это у него не произошло. И вот так быстро народ забыл завет, хотя кровь на одеждах их было свидетельством ихнего завета. Но сердца их не были, ну, возможно, настолько пусты, или быстро они забыли. И вот я читаю местописание это евреям, 10 главе. Вот эти стихи некоторые я по порядку уже не буду читать. 10 глава. Что говорится о нашем дорогом Иисусе Христе? 10 глава евреям, 7 стих. «Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано, а мне исполнить волю Твою Божию». Иисус Христос говорит, я пойду исполню волю Твою Божию. Далее, 10 стих. «По этой святой воле освящены мы единократным пронесением тела Иисуса Христа». По воле Божьей мы освящены единократным пронесением тела Христа. Уже не жертва, а жертвою является Иисус Христос. 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». «Об этом свидетельствует вам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более». 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вот настолько вот здесь Библия нам говорит, что Христос пришел заключить новый завет. Был завет, и кровь была на одеждах народа, а сейчас Бог сказал, что я вложу вот эти законы в сердце их. И единократным проношением себя Иисус Христос Он нас освящает и делает нас совершенными и сделал совершенными, и так до сих пор продолжает Бог совершать чудеса и знамения над нашим естеством, над каждым человеком. И говорит, что я вложу вот эти законы в сердца и в мыслях их напишу и грехов не воспомяну. И вот да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, украплением очистив сердца нашей от порочной совести. Наши сердца, кровь Христа, которую мы вспоминаем, которую сегодня будем принимать как жертву, мы освящаемся этим самым, соединяясь с Господом, что уже Его Слово в наших мыслях, в наших сердцах, в нашем разуме, и мы следуем за Господом, и мы заключили с Ним новый завет в Его крови. Слава Великому Богу, братья и сестры, что это у нас есть, это драгоценность, это то искупление, которое Христос совершил вот в то время, где написано, о чем я прочитал, вот здесь Луки, то место перед этим было борение, это было томление, это была агония Иисуса Христа. Да, Он знал, Христос, что Он пришел в этот мир, чтобы именно вот совершить вот это дело, искупление наших грехов. И вот Луки, я возвращаюсь к этому местописанию, когда Он взял учеников, сам преклонил колено, молился, и ученикам сказал, молитесь, чтобы не упасть в искушение. Молился, его молитва была, это уже вот там последняя ночь в Гефсимании, когда Он молился, отче, о, если бы ты благоволил, пронес чашу мимо меня. Все возможно тебе. Три евангелиста, Матфей, Марк, Лука, они об этом говорят, мы читаем, что Он так молился, раз, другой раз, если бы ты благоволил, все возможно тебе. и дальше добавляет, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Тяжело было Иисусу Христу настолько, что явился Ему ангел Господень с небес и укреплял его. Пот был, как капли крови, падающие на землю. Это была насильная борьба. Он понимал Христос как человек и в то же время как Бог он должен это был сделать, чтобы совершить подвиг Голгофы, взойти на этот крест. И он, ангел Господень, укреплял его. Отец его не оставил и послал ангела Господнего. Братья и сестры, мы иногда молимся и просим, помолитесь за мое духовное укрепление. Конечно, это правильное состояние человека, когда у нас не хватает духовных сил и мы об этом просим. Но никто из нас не даст этого духовного укрепления, если не даст Господь в молитве. Он сам молился, он сам был в борении и вот свыше пришел ангел Господень и его укреплял. Свыше приходит Дух Святой, Слово Божие, только оно нас где-то отдельно либо вместе ли мы молимся, только Бог может нас укрепить. Не укрепим мы как-то друг друга, мы просто может быть каким-то словом укрепим, держись брат, держись сестра. За что держаться? За Иисуса Христа, братья и сестры. Взывая в молитве, только там мы можем укрепиться и укрепить свое духовное состояние. Потому что, как и для них, это было, возможно, эта последняя молитва для них, это была роковая, решающая, что если бы они молились, я дальше не буду читать, возможно, они не разбежались бы, а так они все оставили Христа, все оставили. Последняя молитва со Христом, и они не смогли молиться, они уснули. И вот они все были вот так постромлены, хотя каждый из них утверждал, что, Господи, мы Тебя не оставим. Они все оставили Его. И вот Иисус Христос принял уже Иоанн пишет вот здесь, Иоанн, когда апостол, когда Петр говорит, сказал, это 18 глава, 11 стих, но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Здесь полное уже решение для Иисуса Христа после молитвы, когда пришли вот эти воины, когда пришел народ, чтобы взять Иисуса Христа, они, это уже было в молитве решение Иисуса Христа, вложи меч в ножны, не нужно защищать меня, потому что он произносит эти слова, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Чаша страданий Иисуса Христа, и мы это вспоминаем в такие дни, мы размышляем в такие дни, как же Христос страдал, это были издевательства, это были оплевания, это были насмешки, что ты царь иудейский, спаси себя и нас спаси, мы много знаем, мы читаем, оно нас затрагивает наши души, наш дух, наше состояние разума, всего естества, что да, эта борьба была настолько тяжелой, что Христос только одно говорил, Отче, прости им, ибо они знают, что делают, и вот Он взял эту чашу страданий на себя, и мы уже, как написано в Псалме 115, мы от Господа приняли чашу спасения, братья и сестры, это 115 Псалом, с 3 стиха я прочитаю, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне, чашу спасения приму, и имя Господне призову, то есть, что я могу воздать Господу, чем мы можем воздать Господу, братья и сестры, вот такой вопрос, за все Его благодеяния, это самое драгоценное, то, что Иисус Христос совершил на Голговском кресте, вот чашу спасения я приму, ты чашу эту нес, ты отдал, а ты мне дал чашу спасения, ты спас меня, Христос однажды говорил, что кто напоит чашу и холодной воды, не потеряет награды, а здесь чаша страдания превращается для нас, как чаша спасения, и имя Господне призову, до сего времени мы, братья и сестры, призываем имя Господне, до сего времени мы его превозносим и говорим, Господь, ты достоин хвалы и поклонения, далее я хочу сказать, что ученики однажды, когда пришли с матерью, это Иоанн, Иакова, мать, они подошли однажды ко Христу и сказали, я хочу вести речь о чашах, что, Господи, ну вот, сделай то, что мы попросим у тебя, чтобы мои сыновья, это Матфея, 20 глава, 22-23 стих, здесь описывается, что просила мать сыновей Завидеевых, тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него, он сказал ей, чего ты хочешь, она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем, и Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь, они говорят ему, можем, и говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Хорошая была забота матери о Иакове и Иоанне, о сыновях своих, хотя это уже были, я так думаю, взрослые мужчины, но они еще, или мама с ними пришла, Господи, мы хотим слева и справа сесть у Царства Небесного у Тебя. Это были последние дни Иисуса Христа на земле, потому что Он им говорил, что нужно мне идти в Иерусалим, нужно быть поруганным, убитым, и в третий день я воскресну. Понимали они в одном месте написано до конца, они не понимали в другом, но у них была одна вот это желание, я хочу быть рядом с Тобою в Царстве Твоем. Но Христос отвечает им другими вот этими словами, можете ли пить чашу, которую я пью? До конца ли они понимали? Но они сказали, можем. И крещением будем креститься, все будем, все это сделаем. И дальше Христос говорит, все-таки не от меня зависит, но кому уготовано. Братья и сестры, ученики, апостолы, мы знаем, что они чашу страданий пили подобно Иисусу Христу. Они были гонимы. Так Христос сказал, вас, то есть меня гнали, вас будут гнать, меня ненавидели, вас будут ненавидеть. Хотя в другом месте он даже продолжает, что мое слово исполняли, ваши будут исполнять. Но все те страдания, чашу страданий, которые вы будете пить, это в жизни их не происходило. Мы знаем, что Петр был распят вниз головою, он сам сказал последствии по преданию, что распните меня, я не достоин, так как распяли моего учителя, меня вниз головою распните. другие апостолы, они были также подвергнуты пыткам, казни. Иоанн, только Иоанн, он был сослан тоже, эту чашу страданий нес, на острове Патмос был, он тоже преследован был. Все-таки все ученики, и дальше, когда мы читаем прежде всего это деяние апостолов, они несли страдания ученики Иисуса Христа. Стефана побили камнями, Иакова убили мечом, и так далее. И христианство на протяжении всех этих веков, христиане, истинные христиане, они пили чашу страданий, они крестились крещением, то есть, что значит как крещение погружения в воду, мы обещаем Господу служить Ему чистой, доброй совести, так и крещение страданиями, скорбями. Человек полностью погружается, когда в эти скорби и страдания, тогда он выходит совсем другим. Подобно Иисусу Христу, насколько Он сказал, что я чашу эту выпил до дна, чашу страданий. И я здесь вот прочитаю это место Писания, которое Коринфянам говорит апостол Павел, это 11 глава. Что мы проходим в нашей жизни, а что проходил апостол Павел? То есть, 2 Коринфянам, извините, 11 глава, по 23 стих. То есть, 23 стиха. Он пишет так, послал Павла. Христовы, то есть, Христовы служители задают вопрос, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей забота о всех церквах. «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» Он просто сказал павел Павел, вот это мои приключения. На самом же деле, что мы переносим в своей жизни из перечисленного вот здесь? Нам иногда бывает так трудно, и мы молимся и просим других, давайте помолимся за это, давайте помолимся за это. Сколько Павел переносил? Опасности везде. И даже внутри, среди лжебратьев, даже рядом сидели братья, были с ним, и это были лжебратья. Сколько он претерпел, апостол Павел? Что мы претерпели в своей вот сейчас, или претерпеваем в своей жизни? Я так понимаю, что, братья и сестры, это только подготовка наша к вечности, и мы этого еще не переносим, но мы как-то желаем, Господи, помоги мне, чтобы пройти это вот испытание, которое в моей жизни пришло, такая ситуация пришла, болезнь пришла, разные ситуации жизненные, но Христос сказал, когда пришел этот час, Он сказал, что на сей час я и пришел, на сей час, братья и сестры, мы и живем на этом, в этот час, последнее время, последнего времени, последний час, возможно, вот этот, определенный Господом для нас, мы должны, братья и сестры, проходить с мужеством Святого Духа, с силой Святого Духа, с Его укреплением, когда Он нас будет укреплять, когда мы будем молиться, когда мы будем взывать, мы будем проходить, мы не, однажды один брат сказал, что вот там где-то среди мусульманских стран они трудятся, трудились, и пришли и говорят, нас побили, а он говорит, ну так пожаловались пастору, а он говорит, мало побили, надо было больше еще дать, пусть все выбьют из вас, чтобы ничего своего не осталось, то есть, вот они радуют, вы должны радоваться, что вас бьют за имя Христово, потому что вы благовествуете имя Христово, вы провозглашаете не просто там какую-то часть или ну христианства или религию, но на самом деле живого Христа и доказать, он говорил этот брат, доказать, что Иисус Христос в вас живой Бог в мусульманских странах не очень-то просто, сказать Бог любит, это еще не все, а доказать на самом деле своим поведением, своей жизнью, насколько ты любишь Господа, потому что сам Христос сказал, если кто не возлюбит, кто возлюбит боли и отца, мать, помните, детей, тот не достоин меня, отдать жизнь свою, быть в вот этих, вот таких опасностях, в таких, находиться страданиях, это значит пить чашу Господню вместе со Христом, и, как написано в Псалме там в 90-м, что Бог говорит, с Ним я в скорби, в скорбях Бог с нами, Он никуда, Бог на месте, только мы бываем, метаемся с места на место, не знаем, что делать, а Иисус Христос говорит, посидитесь тут, помолитесь, чтобы не упасть в искушение, потому что вот эти испытания по вере в Господа Иисуса Христа, они нас, братья и сестры, закаляют, почему и в Иакова там написано, что если 1 Иакова 2 стих «С великую радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. В этих искушениях и, другим словом, испытаниях, если они приходят в нашу жизнь, мы закаляемся. Почему железо закаляют именно в огне и при определенной температуре, чтобы оно впоследствии было твердым, потому что меняется структура металла. Мы будем меняться, когда будем проходить сквозь вот эти огненные, искушения, сквозь огненные вот эти крещения, страдания. Так должно быть в нашей жизни. Никуда мы от этого не денемся, потому что вот эти гонения, возможно, за веру Господа, они мы должны протерпевать. Так Христос сказал. Но бывает и страдания враг причиняет нам. Как написано в Библии, он ходит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Просто так. Мы не должны думать, что вот Господь нас охраняет, да, оберегает, но наши еще семьи, наши родные, возможно, близкие, они еще не защищены. И враг пытается где-то уязвить, чтобы поразить таким образом. И тоже мы будем иметь, мы же будем нести это испытание, мы же будем нести вот эти, возможно, страдания, как с нашими родными или близкими. Враг пытается уязвить, это тоже страдания, потому что враг пытается поразить. И апостол Павел в пятой главе, видите, что он пишет сначала, то есть с этого стиха, «И не с ним только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым данным нам». То есть мы не только благодатью Божью должны, и мы и хвалимся благодатью Божией, и не только этим, но и скорбями нам, кажется, нужно хвалиться, потому что от скорби происходит терпение. То есть настолько мы должны подготовить себя в молитве, в следовании за Господом, потому что мы к этому призваны. И в 8 главе Крымином также вот здесь описано 17-18 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в вас». Если дети Божьи, дети Божьи должны и страдать. Так Писание говорит. И это вот, я думаю, что это ничего не стоит. И мы должны так думать, что это ничего не стоит с тою славою, которая откроется однажды, когда мы будем справа или слева у Отца, у Христа на небесах. И еще, чтобы получить, возможно, и мы хотим награду. Поэтому мы, в происшествии, куплены дорогою ценой у Христа, крови Его, которую Он пролил на Голгофе. И мы поем псалом, что «чашу страданий с тобой разделяю и Аллилуйя пою». Аллилуйя, в благодати петь легче. Но чашу страданий с тобой разделяя и Аллилуйя петь. Я думаю, что это сложнее. Но мы должны петь так. Мы должны провозглашать. Мы должны к этому быть готовыми. Я другое хочу сказать, что еще те страдания или скорби, которые постигают нас, христиан, возможно, сами на себя навлекаем иногда или входим вот в эти скорби из-за чего. Первое Тимофею, 6 глава, 10 стих, вот что говорит. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». если возможно, вот этот корень, как написано в Библии, горький корень, если он возникает, и чтобы он не осквернил многих в нашем сердце где-то или у кого-то, да не будет так. Но Павел так написал, что если это сребролюбие есть в человеке, тогда человек подвергает себя скорбям. он уклоняется от веры. И выше здесь написано вот что. Потому что сребролюбие оно ведет к чему? К обогащению. А вот здесь 9 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Сами себя подвергают люди вот так, если это будут делать». А 11 стих говорит Павел к Тимофею, «Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости». Нет, не преуспевание. Хорошо жить только, а вот в чем. Ты от этого убегай, а вот в чем преуспевай. В правде, благочестии, в вере, любви, терпении и кротости. Поможем нам, братья и сестры, Господь в этом преуспевать. Господь тогда нас не оставит. Бог нас тогда укрепит. Но я еще другое хочу, еще место писания прочитать. Чаша Господня, которую мы будем принимать, чаша, это есть чаша благословения, для нас данная Богом, чтобы мы имели в себе жизнь. Потому что так Христос сказал, кто не будет есть хлеба сего или не пить чаши сей, тот не будет иметь в себе жизни. Жизнь черпаем мы у Господа. Вот эти силы черпаем. Но в 72-м псалме написаны вот такие слова. Куда народ обращается и что он делает? Это 72-й псалом, 10-й стих. «Потому туда же обращается народ его и пьют воду полною чашею и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего?» Почему я сначала прочитал, что люди, народ Божий обращается и нам много Бог предупреждает, что мы пьем не из того источника, не из источника Божьей во слово, Божьей вот этой благодати в молитве, но пьют воду полную чашею. Выше вот что написано, когда Асаф увидел, он сказал, что «я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И вот с шестого стиха я пропускаю. «Оттого гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разрешают клевету, говорят свысоко». Первое то, что в мире, что происходит в некоторых людях, это гордость, это дерзость, это помыслы в сердце, разглашение клеветы и говорить свысоко. И вот здесь написано, что «вот туда народ мой обращается и пьют вот эту воду, мутную воду, смутных источников, полную чашей». Зачем? И мы знаем, к чему может привести гордость, к чему может привести вот эта клевета, всякая дерзость. То есть наши слова, которые мы, возможно, где-то или как-то перенимаем у этого мира и говорим этим мирским даже языком, это не угодно Господу. А Бог говорит, что вы не можете пить чашу Господню и вот эту чашу бесовскую, которой люди, они в этом преуспевают. То есть я даже не читал, вы знаете, о чем говорит 72-й псалом. Кажется, они в этом преуспевают, кажется только, но они поставлены на скользких путях и написано, что Бог, что ты не сдвергаешь их в пропасти мгновенно. И поэтому в 1-е Коринфянам 10-я глава. Вот что здесь Павел и говорит о том. Чаша, то есть 10-я глава, 1-я Коринфянам 16-го стиха. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Конечно же есть. Хлеб, который проломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. 21-го стиха. Не можете пить чашу Господню и чашу Бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе Бесовской. Здесь описано, что люди, тогда язычники проносили идолам жертвы, и они хотели вот так участвовать в чаше Господней и в то же время вот так поступать. поступая таким образом или вот пить полную чашу, как здесь написано, живя по-мирски, делая какие-то греховные дела, мы не можем быть участниками Господней, чаши Господней. Поэтому вот так Павел и предупреждает братья и сестры, но за лучшее найти еще одну чашу, чашу дополнения своими молитвами, которые написаны в Откровении Иоанна 5 главе, когда там 24 старца держали в чаши полные фимиама, написано, что это молитвы святых, молитвы святых, там на небесах было так открыто Иоанну, что они держали чаши полные фимиама. Если наши чаши будут наполненные вот этими нашими молитвами и будут там приняты у Господа, то, конечно, и мы будем в этих молитвах, что мы просим? И милости, и прощения, и освобождения, чтобы Бог нас и укреплял, то, конечно же, мы будем стоять пред Господом смело, мужественно, проходя, укрепляясь в вере и в терпении во всех вот этих делах благочестия, то, что мы делаем и желаем делать. И вот эти чаши фимиама, если они будут полными, это будет благословение для нас. мы не будем впадать в различного рода искушения. И последнее, чтобы не попасть и не пить, есть еще одни чаши, на которых я просто скажу, можете дома прочитать, это чаши Божьего гнева и Божьей ярости. Это будут пить люди, которые не приняли Иисуса Христа. Это в Откровении Иоанна написано, но это 15-я глава описывается здесь. Сначала я прочитаю Откровение Иоанна, 4-я глава, 10-й стих. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом говоря, достоин ты, Господи, придять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все и все по твоей воле существует и сотворено. Все по твоей воле существует и сотворено. Мы по Божьей воле живем на этой земле. По Божьей воле происходят вот эти искушения, испытания и мы также должны пред лицом Его благодарить, славить Его, что ты, Господь, достоин. Помоги мне проходить вот эти земное поприще, на котором я живу в это время. На сей час Бог нас и определил жить. И я вот еще замечу вот эти чаши, да? Это 15-я глава, по-моему, да. 15-я глава Откровения Иоанна. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего в веки веков. И наполнен со храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Семь золотых чаш. Это 16-я глава, я не буду читать, прочитай, можете, ну, сами каждый из нас, что постигнет тех людей, которые не примут Иисуса Христа как личного Спасителя, которые еще не разделяют Его страдания здесь на земле, которые не молятся, которые не хотят быть с Ним, но впоследствии они будут пить вот эти семь чаш гнева Божия, они будут вылиты на землю. Эти семь ангелов, это 16-я глава Откровения. И в 17-й главе еще прочитаю вот этот стих, 4-й стих. И жена обличена была в парфиру и границу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой и блудодейства ее. То есть, это говорится о развращенном народе, о Вавилоне, о Вавилоне, что вот эта жена, этот образ, который Иоанн видел, то, что Бог ему показал, она вот видела вот это, то есть, она была наполнена, эта чаша, всякими мерзостями, блудодейства и нечистотою своею. И вот здесь эти семь чаш гнева Божия, они будут однажды вылиты на землю. Чтобы нам не участвовать и не быть участником вот этих семь язв, которые будут вылиты на землю, но мы должны сегодня пить чашу Господню, чашу благословения, которую сегодня мы будем принимать здесь, братья и сестры, но перед нами молитва. Давайте помолимся, воздадим Богу славу, что мы живем, как Ты, Господи, пронес вот эту чашу страданий. Помоги и нам проходить, помоги нам пронести вот эти чаши, которые мы будем сегодня и в дальнейшем проходить в нашей жизни, чтобы Бог нам дал силы, дал нам утверждение и укрепление, чтобы следовать за Ним и воздадим Ему славу. Он достоин этого за все те, то, что Он сделал для нас. Аминь. Молимся, склонимся на колени. Продолжение следует... Продолжение следует...